Эти две четырехэтажки от новостройки практически не отличить. Красуются они на зависть всем соседним домам в поселке Ильинском. Такое буквально волшебное преображение обычного кирпичного дома, построенного 30 лет назад, стало возможным благодаря региональной программе капитального ремонта. В ней в этом году сельские территории района участвуют впервые. И, судя по отзывам, выполненной работой жители остались довольны. Да, мы довольны. 29 лет мы не видели никакого капитального ремонта на доме. Мы довольны, что за 29 лет дом привели в порядок. Работали слаженно. У них все на своих местах были. Если идет у нас как четырехэтажный дом, у них по два человека на таже. Они работали как муравьи. Очень даже хорошо. Кроме того, что преобразился фасад обоих домов, в них полностью заменили внутридомовые инженерные системы, водопроводные и канализационные трубы, электропроводку. Установили светильники, поставили пластиковые окна как в подъезде, так и в подвале. Вокруг дома сделали отмостку. Но больше всего жителей радует новая крыша. Крыша была очень худая. Так как у нас не было подшива, когда-то строители маленько напортачили. Положили шифер без подшива. И получилась у нас крыша как душлаг. Все время текла. Мы писали письма, чтобы нам отремонтировали крышу. И вот все-таки капитальный ремонт взялся за наш дом. Но ложка дегтя в бочке с медом все же нашлась. И виной тому все та же крыша. На втором доме, где выполняли капитальный ремонт. Вот только чья вина в сложившейся ситуации пока непонятна. У каждой стороны своя правда. У нас крышу покрыли вроде как бы железом. Но должна быть под железом пароизоляция. Ее вдруг не казалось. Ее не было в смете. Как нам сказали, не было в смете. Почему ее не было в смете? Почему не приезжала к нам проектная организация и разговаривает с нами? Фирма-то АСНФ как бы не особо хватела насчет этого. А так нас как бы устроило. А вот что эта пароизоляция дает? Идет по железу дождь. Пароизоляция быстро доски сгниют. Весь подшив будет гнить. Я так понимаю. Вместе с тем, по словам Галины Спицыной, главное, что крыша теперь не течет. Да и подрядные организации, которые выполняли работы, всегда прислушивались к замечаниям населения и сразу же устраняли все недочеты. А с тем, что эти дома теперь стали настоящим украшением поселка, тем более на фоне других серых трехэтажек, даже не поспоришь. Да, на взгляд дома сразу переобразились. Они начали выглядеть намного лучше, даже визуально. Ну, так скажем, посмотрим, время покажет. Качество будет испытывать все же. Когда придет зима, как будет воздействовать, будет на эти работы, особенно на ремонт фасада дома, внешние условия, дождь, снег, снегопад. Будем смотреть. В общей сложности в этом году по программе капитального ремонта в Городецком районе планируется выполнить работы на 20 многоквартирных домах, как на сельских территориях, так и в городце и за Волжье.